Всем большой привет! Компания Сила Руков Лично Денису Леонидовичу Шмарёву Стальному Хвату России Всем подписчикам на канале Всем, кто занимается армлифтингом Вчера от Дениса Леонидовича Получил посылку С его очередными снарядами Для проведения соревнований По армлифтингу Получил Русскую рулетку Так называемый снаряд Русская рулетка От компании Сила Руков Соревновательный 60-й 60-й роллинг Но его мы отложим в сторонку Речь пойдет о нем Мы знаем, что Денис Леонидович Выпускает много снарядов Предоставляет их для соревнований На которых проходит На этих снарядах соревнования Это и русский кирпич И русский хаб И русская ось Ну вы знаете другие названия Которые были до Появления компании Сила Руков И вообще русского армлифтинга И вот наконец Эта идея долго вынашивалась Идея заменить И выпустить что-то свое Вместо пули Это кок Каптанов краш Здесь написано по мериметру Это пуля На соревнованиях Пуля удерживалась Коком-3 Коком-3 Эта дисциплина Называлась Пуля Серебряное пуля Как ее называли Вешался груз Два с половиной килограмма Но Там был Необыкновенный Космический блин Который Вообще не прижился В России Потому что он имел Не только космические размеры Но и космические цены И На Замену этому снаряду Наверное Крайнее Что пришло у нас В дисциплине Вармлифтинг Это Русская пуля Итак Прошу любить и жаловать Эспандер Для удержания Русской пули Вот Такой Красавец С огромными Длинными Ручками С ограничителями Ограничительными Кольцами Для Того Чтобы пуля Была Зафиксирована До ладони Я сейчас Все это покажу Вот такой Очень Очень красиво Сделан Ну вот Сами можете Сравнить Ничем Не хуже Американского Кока Более Брутальный Кок Теряется То есть Здесь Чувствуется Русский Подход Должно быть Все большое Могучее Крепкое Чтобы уж Держать так Держать не только Пули Но и снаряд Итак И вот Еще раз Денис Спасибо За предоставленный За предоставленный Снаряд Убираем И вот И вот у нас Непосредственно На На русской Как назвать В общем-то Веревочке Или как ее По-другому назвать Ну как не называй Вот такая Красивая С логотипом Русская Пуля Сила Руков Все надежно Прострочено Чтобы Это дело Выдержало Определенный Вес А какой вес И здесь тоже Денис Леонидович И ВАА Пошли По своему пути Держать Нужно будет Вес 5 Килограмм Блин Такое У меня в магнете Так что Уж измените Какой есть Вот вес 5 килограмм То есть Какое отличие Ну первое Что пуля Пуля Вообще Для удержания Пули Другой У нас Эспандер Ну В случае Скоком Три Три с половиной Там и четыре Мы держали Вес Два с половиной В данном Случай Вес 5 килограмм В два раза Увеличенный Почему я Вот сейчас Все взял Коротко Биография Американской Пули И вот Новинка Русская Пуля Дисциплина Русские Тиски Наверное Как она будет Там называться Ну Первое впечатление Что это Вот сделано Именно Вот так Вот По По-русски С размахом Как любим Принимать Гостей Как Встречаем Как Накрываем На столы Вот так У нас И получается Если вещи Делать Так Надо Надежно Делать И Красиво Размеры Ну Вот Допустим Я Сравниваю Чтобы Все Понимали Потому Что У многих Есть Американская Пока Приобретение Только Компания Силоруков Объявила О продажах Кстати Цена 650 Цена 1900 Комплект Вместе 2200 Дешевле Стоит Вот Такой Ценовой Сегмент У этого Изделия Но Это Стоит Этих Денег Американский Коксик Обходится Один Эспандер С доставкой 2000 Минимум Минимум 2000 И Пули Еще Денег Стоит То Вот Такая Была Американская А вот Такая Пуля Такой Снаряд Именно Снаряд Стал У Компании Сила Руков Для Проведения Соревнований По Рамлетику Давайте Посмотрим Значит Что у нас За основные Характеристики Ну Я скажу Что Здесь Все В лучших Традициях Накатка Мощнейшая Держав Такой Очень Плотный С магнезией Это Вообще Намертво Будет Сидеть В руке Давайте Померяем Основные Характеристики Первое Что я покажу Это Длина Ручки Почему Ручка Сделана Такой Удлиненной Только Для того Чтобы Вынести Удержание Веса За Пределы Ладони Поэтому Общая Общая Длина Ручки Вот От Нуля До 142 Там Миллиметра Чуть 142 С Половиной Видим 145 Даже Можно Сказать 142 С Половиной 142 С Половиной Общая Длина Ручек Ручки По 142 Не Стандартные 95 А 142 С Половиной Это Я Сейчас Объясню Для Чего Все Это С Длина Диаметр Диаметр У нас Будет В общем 19,1 19,2 Диаметр Ручек Стандартный То есть Здесь Нет Никаких Изменений С Общепринятыми Эспандерами В мире С Базовыми Эспандерами С Коками Ну Со Всеми Гилленхами С Эспандерами Компании Силоруков С Остальным Хватом Россией С Фохами И так Дали И так Дали И так Дали На Пружинке Это Сделано Вот У нас Пружинка 9 9 1 9 1 9 2 9 2 Десятых Диаметр Намотки Смысла Нет Показывать В общем То Это Ну Чуть Более 38 Более Коков И Достаточно Маленькое Расстояние То есть Расстояние Которое Придется Кисти Пройти Для Полного Сжатия Это Расстояние Где Встретятся Два Ограничителя То есть Мы Должны Посмотреть Расстояние Между Ограничителями Сейчас Я Померю И Скажу Ну Вот 40 43 Миллиметра 42 И 8 Потому Что Смысл Мерить Здесь Смысла Нет У У нас В общем-то Фиксация Пули Произойдет Как только Мы Кольца Кольца Друг с другом Соприкоснем То есть 42 И 8 Скажем Так Небольшой Небольшой Диапазон Давления Которое Придется Кисти Оказать Для Закрытия Пули Ну Для Удержания Ее Сама Пуля Сама Пуля Имеет Те же 19 2 Те же 19 2 28 28 Длина всей Пули 28 Миллиметров Ну И Здесь У нас Стоит Также Ограничитель Вот Такие Параметры Значит 9 2 Пружинка 142 Миллиметра Длина Ручек И Ну Можно Здесь Посмотреть Можно Посмотреть 2 Сантиметра У нас 2 Сантиметра До До Прижимного Кольца Вот Они 2 Сантиметра То Есть Пулька У нас Побольше Дабы Еще Уменьшить Центр Тяжести Удержание А Сама Фиксация Упор Будет В кольцо В ограничительное Ну И вес Непосредственно Будет Висеть Внизу Значит Что мы Имеем На выходе Какое Отличие Самое Основное Базовое Я еще Вам покажу Все Замеры Примерно Какое Давление Нужно Оказывать Кисти Первое Кольца Разные Видите Кольцо Одно Диаметром Меньше Другое Кольцо Диаметром Больше Для чего Это сделано Два Кольца Ну Понятно Что чем меньше Где меньше Кольцо Это кольцо У нас Будет Вот Ладонь Ладонь Для захвата Эспандера У нас Осуществляется Рука Выше Колец То есть Оба Кольца Ограничительных На Среди Ладони Окончание Кисти Ну Можно Я в общем Вчера Пробовал Можно В принципе Кольцо И Здесь Мы В любом Случае Мизинец У нас Будет Выше По любому То есть Ни в коем В случае Не ниже Только Выше Кольца Мы можем И вот так Захватить Но Поверьте Давление Потом Оказывается На ладонь Такое Колечком Что В общем То Удержание Становится Продемматично Поэтому Фактически У нас Вот Мы Делаем И Вот Удержание Вот здесь Висит Пулька То есть Ладонь У нас Выше Колец Становится Ну Тут Уже Понятно Чем Выше Тем Сложнее Будет Мы Максимально Плотно Под Под Срез Ограничителей Большое Кольцо Большое Это Под Мизинец Это Опора Мизинца Так Скажем Вот На что У нас Мизинец Будет В общем Получать Опору И Так Как Он У нас Самый Фиксирующий Самый Крайний К Весу Удержания Соответственно На него Придется Самая Большая Нагрузка Ему Надо Ложе Наверное Обязательно Для Упора Диаметр Колец Большого Кольца Ну Это Уже Частности Но Тем Не Менее Большое Кольцо У нас 36 С Половиной Миллиметров И Маленькое Кольцо 29 6 То Есть Но Это Все Когда Вы Купите Когда Вы Будете На Соревнования Знаете Вы Поймете Маленькое Кольцо Под Ладонь Большое Кольцо Вниз Под Меринзом Значит Что Касается Как Мы Вставляем Пули Как Мы Удерживаем Значит Ну Вы Понимаете Что Когда Мы Пулю Будем Сначала Сделаем Фиксацию Эспандера Потом Мы Загоняем Пулю Естественно Мы Просто Грубо Делаем Упор В Кольцо И Ручки Закрываем Наклон Я так думаю Что наклон Кисти Ничего Не Даст Наоборот Чем Мы Больше Будем Центровать Прямую Линию Чем Больше У нас Будет Горизонт То есть Прямая Линия Руки С Полом Тем Легче Будет Держать Почему Да Потому Что Эффект Какой Когда Ручки Сходятся Сойдутся Ручки Я Это Покажу Сейчас При Замере У У У нас Все равно Образуется Угол И Мы Держим Не Всей Поверхностью У Нас Не Вся Поверхность Прижимная У Нас Фактически Прижимаются Только Концы Потому Что Под углом Они Встанут Когда Закроются Ручки Эспандера То же Отправляем До Полосы Внутрь В общем То У нас Это Загоняется В ладонь И Фактически Мы Можем Даже Ладонью В общем То Оказывать Поддержку При Удержании Пули Ну Это В частности Но Таких Ошибок Много Допускалось Плюс При Наклоне Кисти При Наклоне Боковом Наклоне Вперед Назад Тоже Были Некоторые Ну Допускались Ошибки И Временной Интервал Он был Разный И Люди Незачеты Получали Или Как-то Обманывали Судьи Зачеты Получали Но Это Было В связи С тем Что Пуля В ладони Она Мало Видна Что Она Удерживается То Мы Когда Закрываем У нас Это Все Внутри Оказывается Да Денис Пошел Таким путем Компания Сила Руков Пошла Таким путем Что они Все таки Вынесли Вынесли За пределы Удержание Ладони Пуля Пуля Будет четко Видна Потому что Она будет Находиться Поэтому Тут Как угодно Но если Вы развернете Ладонь Вот так Она просто У вас Повиснет На кончике 5 килограмм Шансов Удержать Будет Минимально По количеству Секунд Поэтому Основные Параметры Я вам Показал Ну В общем то Снаряд Достойный Снаряд Надо просто Апробировать В деле Ребята Подержали Посмотрели Сделано Все очень Симпатично В общем то Есть Чего Миру Показать Так что Давайте Теперь посмотрим Характеристики По давлению Значит Смотрим И так И так И так И так Закрываю Эспандер Вот сейчас Посмотрим Что у нас Будет Получаться И как У нас Будет Получаться Значит У нас Усилие Прилагаемое Кистью Будет До Момента Фиксации Двух Колец Ну В общем Схождение Двух Колец Вот сейчас И посмотрим Какое Это усилие Будет Развиваться Но Так как У нас Вес Вынесен Достаточно Далеко Вниз Потому что Все таки Диспозиция По удержанию Поменялась Значительно Вместо В ладони Она теперь На Много Сантиметров Скажем так Ниже Это Плюс Плюс Пятикилограммовый Блин Это Добавит Нам Много Нам Проблем Поэтому Мы еще Посмотрим Сколько Потом Ну вот По нулям Насколько Это все Изменит Временной Интервал Все Закрываем Ну вот Смотрите Значит Фактически Эспандер Как бы Закрыт Под удержание Пули Минимальный Зазор Вот Самый 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 Минимальный Я оставил Я кольцо В кольцо Не Упор Не сделал Иначе Сразу Бы Значения Взлетели Вот Смотрите Видите Что Ручки Находятся Под Неким Углом Поэтому Не вдоль Мы будем Всей поверхности Держать Зажим Будет Находиться Только Вот В этом Месте Я еще Вставлю Пулю И покажу 54,6 Что Мы Имеем Мы Имеем Усилие Развиваемое Примерно Как Кок 2,5 При Закрытии Кока 2,5 Кок 2,5 56 58 Килограмм В этих Пределах Ну 54 Часто Попадают Модели Но Это Полного Закрытия Здесь Мы Имеем 54,6 До Колец Естественно Если бы Колец Не было Усилие Было Намного Больше Но Ребят Дело В том Что И Кок 3 Если Мы Имеем Кок 3 В Диапазоне Усилий Там Допустим 66 68 Килограмм При Закрытии То Под Пулю Именно Вот Это Недожим 2 Сантиметров Ну Он Наверное Такое же Значение Имеет То есть Я Замерял Там Где-то В районе 54 56 Килограмм То есть Все Полностью Совпадает Но Здесь Мы Держим Кок 3 Мы Держим Пулю С Двумя С Полными Килограммами А Здесь Мы Держим Пулю С Пятью Килограммами Поэтому Ну Однозначно Это Будет Гораздо Меньше По Времени Нежели Было У Американской Пули Потому Что Ну Очевидно Это Тяжелее И Надо Еще Будет Проверить На Держать И Русской Пулей И Американской Что Будет Там Вот Сейчас Я Теперь Расстрою Смотрите Еще Что Покажу Вот Видите Только Не Сходится Ну То Есть Пуля Гораздо Больше По Размеру Чем Усилия Когда Мы Вот Засекли На Расстоянии Ну Когда Сошлись У нас Кольца Сейчас Я Померяю Усилие Еще Когда Пуля Будет Вставлена Так Еще Раз Теперь Мы Берем Пулю В руки 54 Килограмма Ну Сезонировочка Произойдет Ну Может быть На 53 Там Усядет Но Это Еще Раз При Касании Колец А Когда Кольца Коснутся Соответственно У нас Это Расстояние Меньше Чем Сама Пуля Вот Сейчас При Пуле Посмотрим Какое Усилие Все И я Подставляю Пулю Ну Вот Она У нас Вот Так Вот Вы Видите Видите Зазоры Вот Они Зазоры Вот Здесь И Здесь Они Как Бы Уменьшаются То Есть Основное Давление Приходится По Краю Ручки Значит Вот Сейчас У нас Поля Под Удержание Полностью Под Удержание И Усилие Развивается 48,6 Кок-2 Вот Сейчас Как бы Это Кок-2 Ну Можете Имитировать Имея Эспандер С усилием 48,6 Статично Удерживать Закрытыми 48,6 Вот Тренировать Вот Это Вот Давление Которое Развивается При Удержании Вот Я Ее В общем Сильно Не Зажимал Опять Чтобы Было 48,6 И Это Еще Рас Скажу Что Приходится Не По Общей Площадью Ручек Давления На Саму Пулю А Именно Последними Пятью Семью Миллиметрами Вот Такое Давление Приходится И Развивается Усилие 48,6 Килограмма Вот Вот Такой Снаряд На русская Пуля Русские Тиски Как ни Назовите А может Быть Это Не Пуля Есть Русский Снаряд Для Удержания Ну В общем То Теперь Только Проверить В боевых Условиях В соревновательных Условиях Как это Все будет Происходить Насколько Это будет Удобно Неудобно Но Для сравнения Все же Я Возьму Кок-3 Чтобы было Понимание Потому что Основные Соревнования Всегда проходили На 3 И пулю Держали Тройкой Вот Я сейчас Сымитирую Посмотрю Сколько Килограмм Требуется Требовалось При Удержании Пули Тройкой И Для сравнения Возьму Пулю Кок То есть Посмотрим Сколько У нас Здесь Будет Килограмм 48 Было Для Русской Пули Вот Я Подставляю Ну вот Так же Мы Под пулю Подвели Здесь У меня Индикатор Стоит Немножечко Мешается Но В общем-то Все то же Самое И Смотрите Еще мы Когда удерживали В ладони Мы могли В общем-то И пули Выше Засовывать Соответственно Центр давления Ближе К центру Где Самая Мощь Развивается В ладони Динаметрическая Сила Те же 48 Практически Килограмм Тот же Кок 2 По задержанию Вот Получилось Вот так Вот В общем-то Все Идеально Идеально Ровно Поэтому Ну Вот Так Ребят Вот Такой Краткий Экскурс Снаряд От Компании Сила Руков Производителей Снарядов Для соревнований По Армлифтингу Вот Такая Русская Пуля Для Удержания Вот Таким Брутальным Эспандером С ручками По 142 Миллиметра По 145 Миллиметра С пружиной 9.2 С давлением Необходимым Для Удержания 48 Килограмм На Конце Ручки И С ограничителями Чтобы Частота Выполнения Всеми Спортсменам Была Наиболее Качественной И Правильной Чтобы Не было Вставления Под Ладонь Под Упор Ладони Плюс Наклоны Можно Осуществлять Было Здесь Пуля Вынесена Наклоняйте Наклонили Она у вас Наклонится Центр Давления Изменится Вес 5 Килограмм Блина Ну и Соответственно Удержание Ваше Станет Совсем Маленькое Покупайте Приобретайте Тренируйтесь Приезжайте На соревнования Показывайте Лучшие Результаты Становитесь Чемпионами Развивайте Все Богатырскую Силушку А снаряды Компании Силоруков Вам в этом Будут Помогать Всем здоровья Удачи Встретимся На помосте До свидания